Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Снова мы после выходных на финансовых рынках и продолжаем разбирать фундаментальный фон и те события, макроэкономические отчеты, которые влияют на торговые идеи, большая часть из которых тянется у нас уже довольно длительный период времени. Но судя по всплеску волатильности, который мы наблюдаем в последние дни, я думаю, что также большая часть этих идей уже совсем скоро будет закрыта по профитным ориентирам. Собственно, основная идея, которая сейчас обсуждается на рынке, основной ньюсмейкер, это по-прежнему Трамп, его жесткая позиция протекционизма и решение конца прошлой недели, которое в буквальном смысле всех ошарашило и стало самой настоящей молнией на финансовых рынках. Это решение увеличить пошлины на китайский импорт стоимостью 300 миллиардов долларов. Пошлины будут подняты на 10% и вступят в силу с 1 сентября. Здесь важно отметить, друзья, что можно было бы еще рассчитывать на какой-то позитив, ну, например, если бы в ближайшие недели были бы спланированы переговоры, уже получается 14 раунд переговоров и в ходе них, возможно, сторонам бы удалось согласовать отсрочку вот этих жестких мер ограничительного характера, выйти на какое-то конструктивное русло и снова повесить на рынок надежду того, что странам удастся в конце концов подписать двустороннее торговое соглашение. Но, мне кажется, проще найти жизнь на Марсе сейчас, чем рассчитывать на то, что в этом плане на рынке может быть обозначен позитив. Поскольку этих переговоров в ближайшие недели не намечено, то есть до 1 сентября страны уже стороны не встретятся, значит, мы, в принципе, сейчас обязаны констатировать негатив, который, в конце концов, будет и дальше раскручивать волатильность на финансовых рынках, потому что отношение США и Китая – это то, что вешает в буквальном смысле главный негатив на площадках, поскольку торговая война – это угроза для перспектив мирового экономического роста. Как реагирует на эту угрозу финансового актива, мы помним еще по реакции, опять же, рынков с начала этого года, потому что с начала этого года, собственно, отношение США и Китая – это вовсе центральная тема. Я думаю, что нужно быть уже реалистами, просто признать, что торговая война, она была тогда давно начата, просто она сейчас продолжается, не нужно было строить каких-то ложных иллюзий о том, что что-то может наладиться. Теперь давайте посмотрим на то, что происходит с финансовыми рынками и с нашими привычными инструментами. Нефть – 61.12. Я тоже касательно нефтянки не собираюсь строить каких-то ненужных иллюзий. Здесь нужно оставаться реалистом. Если выдержит поддержка 60 долларов за баррель, хорошо, друзья, мы будем цепляться за тот фон, который все-таки еще также создает возможности для роста. Это данные по запасам нефти. Мы разбираем уже 7 недель подряд этот отчет и констатируем их снижение. Это позитивный фактор. Объемы добычи нефти в США снижаются, количество терминалов по Бейкер-Хьюз тоже сокращается. Мы говорим с вами про ближневосточный фон. Тоже позиция США остается довольно жесткой. Вот на прошлой неделе Штаты ввели пошлины на министра иностранных дел Ирана, подтвердив, что их позиция давления будет сохранена ровно столько, сколько Иран будет и продолжит отстаивать тот курс своей внешней политики, которого они сейчас и придерживаются. Мы говорили про возможные позитивные последствия для нефти в случае снижения ставок в США, поскольку это должно привести к стимулированию американской экономики и повышению спроса на топливо. Этот фон, друзья, никуда не девается. Но поскольку довольно свежей, скажем так, идеей стала все-таки снова угроза для замедления мирового экономического роста, темпа просто мировой экономики, вот за нее, конечно же, трейдеры стали цепляться. Если мы увидим, что эта тема останется центровой, и дальше и Ближний Восток все-таки уйдет куда-то в прозапас, к нему рынки уже не будут возвращаться, тогда просто начнем действовать по новому формирующемуся тренду, который будет направлен вниз. Но пока держится планка 60, друзья, я рекомендую все-таки держать длинные позиции, потому что есть вероятность того, что рынок развернется. И явное доказательство того поведения пары доллар-иена, которое мы наблюдали на прошлой неделе. Уже фактически был достигнут уровень нашего стоплоуса выставленного, но в самый нужный для нас момент котировки развернулись, и доллар-иена пошла, собственно, вниз. Поэтому сейчас котировки, которые мы видим, 105, чуть выше даже, 105.98, это уровни, которые уже находятся в зоне тех ценовых значений, где мы закрывали сделки, хотели закрыть сделки по профиту. Поэтому как действовать дальше по доллару-иене, я думаю, что если вы еще держите короткие позиции, друзья, ну, держите, потому что есть высокая вероятность теста уже поддержки 105. Я частично уже закрылся, потому что мощное снижение. Я не настраивался на то, что такой будет спрос на защитную иену. Но вот рынок нам подсобил, и хорошо, мы смогли заработать и на этой валютной паре. Причина снижения доллара-иены – это повышенный спрос на иену из-за решения Трампа ввести пошлину, о чем-то я уже говорил. Что касается американской статистики, то после того, как Федрезерв снизил процентную ставку и дал нам сигнал того, что дальнейшая политика будет зависеть от макроэкономических данных, мы за ними, друзья, следим. Но пока что накопили очень мало отчетов, чтобы у нас были бы какие-то объективные основания говорить о том, что со ставкой будет дальше. Я предлагаю пока эту идею немного придержать. Мне кажется, даже нет смысла сейчас разбирать детально последний отчет по Non-Farm Perils, потому что он оказал неоднозначное влияние на рынок, и очень трудно его сейчас, наверное, правильно интерпретировать, потому что количество новых рабочих мест оказалось ниже, чем месяц назад, в то время как заработные платы все-таки повысились. В общем, давайте пока работать с внешним геополитическим фоном. И он таков сейчас, что глупо не ставить на рост франка, на золото и, собственно, на иену. Что касается золота, здесь мы также сделали цель. 1450 снова протестировано. Сейчас золото котируется выше. 1453. Я думаю, что пока что давайте поддержим выжидательную позицию. Если увижу хорошие точки входа, я вам о них расскажу. Ну, а сейчас пока поздравляю вас с профитом. Евро против доллара восстановилось. Не коснулись мы планки 1.10, а очень хотелось. Но еще не вечер. Впереди у нас индексы активности в сфере услуг. Я думаю, что сегодня, кстати, эта статистика выйдет. Завтра мы будем говорить о ней как о еще одном риске и еще одном аргументе, повышающем шансы того, что Европейский центральный банк будет смещать экономическую политику. То есть не нужно полагать, что локальный откат евро сейчас это разворот. Нет, европейская валюта сделает цель 1.10. Просто держим, друзья, короткие позиции. Фунт против доллара 1.2152. Также мы восстановились многолетнего минимума на уровне 1.20. Но не забывайте, что отправил британца к этому значению не доллар, а своим локальным восстановлением после решения ФРС снизить процентную ставку. Отправил фунт туда Brexit, а он, как вероятность исхода этого события, еще остается на рынке в виде главной угрозы. То есть фактически уже все смирились с тем, что жесткий Brexit неминуем. Борис Джонсон позволяет говорить нам и верить то, что до 31 октября именно по такому сценарию события будут дальше развиваться. Вы помните, надеюсь, что Борис Джонсон не хочет встречаться с европейскими коллегами. Он настаивает на том, чтобы соглашения убрали положение о бэкстопе. Европейский союз против этого. Сегодня в 11.30 выйдут данные по сфере услуг в Англии. Это отчет, на который приходится по вкладу 80% в темпы экономического роста. Ранее разочаровали показатели активности в производственном секторе и строительстве. То есть я абсолютно уверен, что сегодня разочаруют и сферу услуг. Поэтому думаю, что фунт пойдет вниз. Доллар канадец 1.3226. Мы все ближе к тому, чтобы вернуться уже в уверенное восстановительное русло и снова претендовать на тест отметки 1.34-1.35. В эту пятницу выйдут данные по рынку труда. Я думаю, что они нам помогут, друзья, добраться до этих значений. Тем более, что сейчас определенная поддержка идет со стороны снижения цен на нефть. Здесь предлагаю сделку Болима с уровня 1.32. Сейчас мы торгуемся выше 1.3226. Американский фондовый рынок снижается. Сезон квартальных отчетов практически закончен. Перегретая фонда по мере поступления малейшего негатива. Сейчас он не малейший. Это торговая война с Китаем. И вот, пожалуйста, то снижение, на которое мы ориентировались. Цель по S&P 2800 пунктов. Австралиец 0.6772. Цель 0.67. Завтра решение по процентной ставке. Думаю, что на этом решении мы приблизимся к цели 0.67. По Новозеландцу цель достигнута, друзья, также поздравляю. 0.6515. Сейчас нашим ориентиром была планка 0.65. Тоже благодаря отношениям США к Китаю по валютам стран Океани мы оказались в мощном нисходящем тренде. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.